Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинацкий, и мы с вами продолжаем играть в замечательный режим под названием Retail Tycoon! Друзья, магазинчик у Чинацкий начинает свою работу, и прямо... О! Арестовали грабителя, ребята, и прямо сейчас вы видите у себя на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Ну что, дорогие друзья, если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментики. Ну а сегодня я... Ну-ка пошёл отсюда, грабитель! Грабителей не пускаем к себе в магазин! Ребята, я предлагаю сразу же прокачаться. Я, видите, здесь поднакопил себе немножко деньжат, поэтому давайте мы сразу с вами немножко прокачаемся, проапгрейдим наш магазин. В частности, хочу начинать, например, с парковочки, потому что парковочка нам нужна реально помощнее. У нас, видите, только две машины пока могут останавливаться, и это реально не очень хорошо. Можно было бы сначала купить вот такую небольшую гравием покрытую парковку, но, ребят, я предлагаю сразу потратиться и купить большую за пять кэсов, но у нас будет, по крайней мере, семь мест. И так, покупаем! Еее, вот, посмотрите, как круто! Блин, у нас сейчас будет намного больше покупателей сразу же, просто автоматически посмотреть, сколько мест. Ну и раз уж такое дело, я предлагаю наш значок тоже немножко проапгрейдить, он подешевле уже стоит. Тут есть, конечно, за 20 кэсов, ребят, но мы купим обычный за тысячу. Хотя бы немножечко лучше, смотрите, уже, по крайней мере, люди будут видеть, что есть магазинчик кучи носки. И можно будет сюда зайти. Так, а вот грабителей нельзя сюда зайти, уходи отсюда. Вот, на самом деле, теперь начинается самое сложное. Нам нужно себе, конечно же, организовать, ребята, наш магазин получше, потому что, видите, у нас тут уже много пустых мест. Плюс нам надо побольше купить штучек, чтобы можно было, ну, я имею в виду мебели всякой. Например, например, давайте вам покажу, что я хочу, что я имею в виду, так скажем. Например, вот так вот, и, например, вот так вот. Всё, отлично. Теперь мы можем закупаться здесь, и это, на самом деле, очень даже здорово. Так, например, что мы можем купить? Блин, только надо сначала посмотреть, что сюда можно было. О, одежда, а у нас она уже есть, кстати. Вот так вот она, мы вывешиваем здесь, смотрите, получается разные маечки, шортики, всякое такое. Можно побольше одежды даже сразу купить, я думаю, чтобы можно было сразу её вывесить. Так, ну, давайте штук, например, 10 купим. Вот. Отлично. Смотрите, голый какой-то парень зашёл. Ну, тебе одежда точно нужна, дружище. Совершенно 100%. Так, ну и шляпы давайте тогда тоже купим, раз уж такое дело. Ну, штук, наверное, 6, потому что денег у нас не очень много. Так, аккуратненько, аккуратненько. 6 штучек. Отлично. О, смотрите, какие разные прикольные шляпы есть, даже пиратская. Ну что, теперь нам остаётся только, ребят, прокачиваться потихонечку, смотреть, как, чего, почему, за что, потому что мы потратили огромное количество денег. Но оцените теперь, насколько круче стал выглядеть наш магазик. Это вообще просто бомба, потому что, ну, сами понимаете, мы начинали с совсем маленького. Кстати говоря, давайте зайдём к нашим соседям, что ли, посмотрим, как у них всё происходит. Так, здесь вообще ничего нет. Здесь Мейн Кросс Тор. Ну, кстати, неплохо выглядит, надо сказать. Довольно-таки неплохо, посмотрите. Правда, ничего ещё пока что не стоит, но для начала неплохо. Так, что тут ещё есть у нас, интересно? Там тоже магазинчик пустой, а здесь, здесь какой-то зелёный, кстати. Эй, дружище, у тебя только, у тебя же нет еды вообще. У тебя что, покупатели-то стоят за еды? Ты-то нет? Эх, ладно, побежали к себе, ребят. Побежали в наш родной магазинчик, там наверняка уже всё потихонечку начинают распродавать. Так, ну, мне на самом деле уже сразу нравится, что у нас такое неплохое место. Смотрите, сколько покупателей сразу, офигеть. Просто офигеть. Главное, чтобы они покупали побольше вот планшетов, потому что планшет это самое дорогое и самое клювое, соответственно. Так, смотрите, что они там покупают. Яйца, яйца. Блин, ой, опять грабитель. Пошёл вон. Блин, за грабителем, ребят, просто следить надо постоянно. Давайте так, пишите тайм-коды грабителей, которых я не увижу, если такие есть, конечно. И я буду ставить лайки на ваши комменты, почему бы и нет. Почему бы и нет, собственно говоря. Так, надо вытереть пол, а то тут некоторые есть свинюшки, которые не очень хорошо делают. Так, ну, смотрите, по крайней мере, у нас парковка уже забита реально здорово. Мне очень сильно нравится, что у нас с вами становится всё больше и больше покупателей. Главное, что ещё знак работает, потому что, видите, он привлекает дополнительных покупателей. Чем больше знак, тем больше их, соответственно, сюда приезжает. Но всё равно наш магазин пока ещё недостаточно крутой. Надо побольше всего поставить. И плюс у меня вообще много планов на его развитие. Я хочу сделать несколько отсеков разных. Вот здесь сделаю отсеки. Сделаю отсеки по одежде, по... Ну, короче, по всему, по всему, по всему. Вы сами всё увидите. Надо только немножко времени мне дать. Так, у меня потихонечку начинают заканчиваться на самом деле вещи, ребята. Вот уже видеоигры почти закончились. Я думаю, что штук 15 надо бы купить. Хорошо. Купил. Сразу ставлю, потому что, смотрите, вообще не осталось. Электроника пока ещё есть. Здесь... О, шляпы закончились. Ну, давайте сразу несколько шляп закажем. Почему бы тоже и нет. Так, 10 штук хватит? Блин, нет. А-а-а... 8 штук. Да, 8 хватит. Ну, давайте хотя бы 8 поставим сюда. Потому что, ну, потихонечку пускай всё распродаётся. Смотрите, кстати, какие... Маска Фредди! Или Джейсона, Джейсона, точнее. Маска Джейсона. Обалдеть. Вот это круто. Слушайте, ну, клиентов стало на самом деле много. Но по деньгам мы вообще прям очень сильно выбиваемся. Очень даже мало денег на данный момент. Кстати, очереди начались. Блин, вот это вообще тоже отстой на самом деле. Надо покупать специальную штуку, которая ещё, ну, самостоятельно можно будет рассчитываться. Блин, вот здесь тоже, что пусто, мне не очень нравится. О-о-о! Предлагаю, ребят, давайте так сделаем. Я сейчас ещё пару тысяч поднакоплю и вернусь к вам. Давайте так сделаем. Ребята, вы просто посмотрите, сколько у нас покупателей! Это просто жесть! Откуда их столько привалило-то? Это просто нереально! Посмотрите, сколько машин у нас на парковке и сколько, какая очередь уже здесь скапливается! Сколько людей покупают планшеты и одежду и шляпки и всё такое! Это просто жесть! Ну что, ребят, я думаю, что в первую очередь нам нужно купить вот эту вот штучку. Сейчас я вам покажу, какую. Вот эту, потому что благодаря ей мы сможем получить очень хороший бонус по деньгам. Смотрите, как мы сейчас делаем. Это самое дорогое, что есть в этой игре. Сколько у меня получится купить? 10 штучек хотя бы давайте поставим. Да, 10 штучек, смотрите! Вот это уже совсем другой уровень! Мы продаём здесь бриллианты всякие, колье, ожерелье. Не знаю, как это называется. Девочки, наверное, лучше разбираются в названиях. Но смысл в том, что теперь, ребята, я думаю, что мы сможем получать неплохие деньги, если кто-то будет покупать эти штуки. Это, конечно, очень хороший бонус. Ну и заодно, раз уж такое дело, ребят, я предлагаю купить ещё одну землю. Давайте хотя бы каждую серию будем попытаться... Будем пытаться покупать хотя бы плюс одну землю. Это было бы вообще замечательно, вообще здорово. Так, плюс одна земля есть. Угу, угу, угу. И давайте попробуем сразу же проапгрейдиться, поставить стены. На самом деле, ребят, вот честно скажу, я бы на самом деле хотел бы ставить уже более высокие стены. Но давайте начнём с того, что имеем. Хотя бы... Хотя бы вот так вот. Так, всё? Всё, больше я не могу добавить. Хорошо, хорошо, тогда просто добавим сюда. Пока что деньги у меня есть, пока что деньги мне позволяют это всё делать. И давайте мы ещё вот это вот всё удалим. Так, так. И вот так. Всё, прекрасно. Осталось теперь достроить. Блин, на самом деле, конечно, всё это выходит очень дорого, ничего не могу сказать. Но пока что я не буду делать магазин ещё выше, потому что на это нужно вообще отдельные деньги. Возможно, мы сможем сделать это на стриме, дорогие друзья. Если вдруг вы хотите зайти на стрим, посмотреть, что же будет там происходить. Если не хотите пропустить, то обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. А также не забываем ставить лайки. Не помню, говорил или нет. Но 100 лайков это выход следующей серии. Так что, ребята, не забываем про это. Не забываем. Так, а я тем временем пол сделаю. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я не то нажал, по-моему. Сейчас, секундочку. Ещё пол. Хорошо. Сюда. И ещё пол. Сюда. Блин, на самом деле, реально выходит очень дорого. Вот честно могу сказать, очень дорого. Я не знаю, настоящий магазин стоит, наверное, тоже дорого. Но вот этот прям, прям безумно. Прям безумно. Так. Всё. Вроде бы с полом разобрались. Хорошо. Касса у нас прям по центру получается стоит. Надо будет поменять её расположение обязательно. Кстати, кто-то прям под одеждой намочил нам всё. Эй, нельзя так делать, а то одежда ещё испортится. Испортите одежду, будете платить. Так. Давайте мы... Блин, потолок. Правда, с потолком вообще отдельные проблемы. Что же, как бы мне здесь всё распорядить? Ну, ребят, я думаю, что мы действительно будем этим заниматься на Стримчанском. Возможно, даже в эту субботу уже. Потому что нам нужно этот магазин себе сделать просто прекрасным. Просто изумительным. Так. Давайте, наверное, поставим... Блин, даже вот честно. Вот честно сложно мне представить, что мне здесь лучше сделать. Так. Давайте мы, наверное, передвинем вот эту штуку. Так. А как мне... Как мне передвинуть? Та-та-та-та-та-дам! Забыл, забыл, забыл. Так. Апгрейды, сапплай, опшнс. А, вот. Фурнитура, наверное. Вот. Прекрасно. Давайте переместим её. Немножечко переместим. Можно, в принципе, даже поставить вот сюда, ребят. Только как-нибудь красивее мне бы хотелось это сделать. Блин, ну, придётся, наверное, как-нибудь вот так вот, что ли. Сейчас я посмотрю, как она будет стоять. Вот если в таком случае. Блин, ну, не знаю. Мне не очень нравится. Так, она сможет сюда зайти? Сможет. Так, это не грабитель. Всё, я уже испугался, если честно, что это грабитель. Но вроде бы нет. Так, здесь у нас всё неплохо. Можно сюда ещё поставить что-нибудь на самом... Блин, или... А знаете, как ещё можно сделать? Смотрите, я сейчас попробую. Так. Так, фурнитура. Смотрим. Так. Для менеджера. Блин, полторы тысячи стоит, но это того стоит. Это нам обязательно понадобится. Ставим сюда. И 500 долларов ещё понадобится. Но это попозже. Это попозже. Я хочу сделать себе офисное место для менеджера нашего, который будет заведовать складом. Короче, мы, возможно, сделаем даже настоящий склад сейчас, ребят. Только нужно немножечко подождать сначала. Потому что народу просто капец. Это просто... Блин, смотрите, а их всё прибывает и прибывает. Просто капец. Сколько же много. И надо ещё обязательно потолок сделать. Поэтому давайте одну секундочку ещё раз. И я к вам вернусь. Ну что, друзья, смотрите, какую прикольную штуку я придумал. Я не только подстроил здесь всё. Смотрите, там теперь нет разрывов в потолке. Но и сделал специальную дверцу, куда мы посадим нашего менеджера. Менеджера магазина, который будет следить за тем, чтобы у нас всё было хорошо. Вот, собственно говоря, он будет постоянно пополнять запасы из нашего склада, который, кстати, тоже здесь находится. Так, давайте одного менеджера мы с вами наймём. Да, теперь нам придётся платить ещё и менеджеру. Это ты, что ли, менеджер? Эй, слышь, главное ничего со склада не укради. Ты как-то подозрительно выглядишь, блин. Нет, стой, 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 не стой, не надо вместе сидеть на одном креслице. Так, ну что, ребята. Я думаю, что на этом, наверное, уже всё. Всё, мы с вами очень неплохо прокачали наш магазинчик из обычного мелкого магазинчика. Он уже стал почти что гипермаркетом, такой небольшой ашан получился. Поэтому, ребята, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. 100 лайков это выход следующей серии, а 500 лайков я задоначу и куплю новый костюмчик. Не забываем, что правила примерно такие. С вами же был Ченаски, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья, и... Пока-пока. Пока-пока.